Около года назад я заметил одну очень необычную доставку. И необычная она была тем, что в меню у них было всего одно блюдо. Сначала я хотел сделать на них обзор доставки, но потом подумал, что это будет не очень интересно, и забросил их в самый конец своего списка. Да, у меня есть список. Прошел примерно год, и вот недавно я узнал, что они открыли свою точку. И увеличили количество блюд в меню аж до трех. И как вы понимаете, это отличный повод заехать и потестить. Всем привет, дорогие друзья, с вами Митя Хэт, канал Читмил. Присаживайтесь поудобнее, доставайте ништячки. Сегодня впервые на канале Читмил мы будем тестить бурятские позы Бузы. И нет, это не про Бузову. Не буду долго тянуть крота за хвост, погнали тестить. Парам-пам-пам. О да, вот они. Пришлось их ждать аж 20 минут. Прикол в том, что они не наготавливают их заранее, как в какой-нибудь столовой, где подают уставшие манты, а отправляют их готовиться только тогда, когда приняли заказ. Короче, 20 минут это долго, но ничего тут не поделаешь. Зато только что приготовленные, с пылу, с жару. В комплекте дают салфетки, но вот я взял три Бузы, дали мне две салфетки. Далее все упаковывается вот в такой контейнер. Так, в пакете больше ничего нет, все пусто. На контейнере подписано Ру, это с рубленым мясом. Кр, это крученое мясо. И Ба, это баранина. Как я уже и говорил, в меню у них теперь три блюда. Я взял все три, чтобы попробовать весь ассортимент. Также я взял еще соус. О, вот он, соус отдельно упакован. Вот так в пакетик и в контейнер, и еще и даже маленькая ложечка. И сами позы упакованы еще и в фольгу. Прям горячие, хотя я отъехал минут 10 назад, как я их забрал. Но они все еще горячие. Раскаленные Бузы-позы. Мне уже не терпится начать. Но сначала я расскажу вам, что и сколько стоит. Весь заказ, три позы и соус, мне вышли в 207 рублей. Поза с бараниной стоит 69 рублей за штуку. Рубленная свинина-говядина 59 рублей. Крученая свинина-говядина 59 рублей. И соус чесночный 29 рублей. Также я подсмотрел у них громовочки, и мы обязательно с вами их проверим. От них еще идет пар. Как я понял, позы и бузы это одно и то же. Но поскольку в Бурятии я не был, да и с их кухней не особо знаком, я могу ошибаться. Так что если знаете, напишите в комментариях, есть ли разница позы-бузы. Чем они отличаются, либо это одно и то же. В общем, жду ваши ответы в комментариях. Насколько я знаю, бузы нужно есть определенным способом. Их нужно брать обязательно руками. Аккуратно откусывать сбоку, чтобы не вытек сок. Выпивать сок, а потом уже есть саму бузу. Это хорошо, что я подготовился заранее и посмотрел в интернете, что это такое и как это есть. Не хотелось бы залить всю тачку соком, если, конечно, он там есть. Но перед тем, как начнем пробовать, давайте взвесим и проверим, все ли в порядке с граммовками. Соус должен весить 25 грамм. С соусом порядок. Буза с рубленым мясом должна весить 85 грамм. Она весит 88, порядок. Буза с крученным мясом должна весить 80. Тоже порядок, даже небольшой перевес. И буза с бараниной. Весить она должна также 80 грамм. Короче, граммовочки они соблюдают. Но вот салфеток крайне мало. Две салфетки я уже использовал обе. Не знаю, как я буду дальше вытирать руки. Начнем, как обычно, с самого простого блюда. В данном случае это поза с крученным мясом. Давайте попробуем с крученным фаршем. Откушу, посмотрим, сколько там сока. Я пролил немного сока. Я просто не знал, как вам еще показать, что он там есть. Но он там есть. И даже не весь вытек. Приятного аппетита, если вы тоже что-то перекусываете. Давайте пробовать. Очень вкусное мясо. Сочное. Там и лучок, и мяско. Покажу вам поближе. Тесто не тонкое, но и не очень толстое. То есть оно, я думаю, что такое, какое и нужно. Чтобы оно не рвалось. Чтобы сок не вытекал наружу. Опять же, я не специалист по бузам. Напишите, если это должно быть не так. Но мне кажется, все гармонично. У меня осталось две бузы-позы. Я пока сейчас фоткался на аватарку для этого видео. Мог их перепутать. Не знаю, где теперь какая. Будем определять их опытным путем. Путем укусывания. Берем следующую. В этот раз сок я выливать не буду. Попробую насладиться этим блюдом таким, так, как оно должно быть. Откусил. Мясо, вижу, рубленное. Сока в этой бузине было меньше, чем в предыдущей. Не знаю, почему. Может, он там, конечно, еще есть где-то внутри. Попробуем мяско. Я рубленное мясо люблю больше, чем крученое. Вот эта буза мне понравилась чуть больше, чем предыдущая. Давайте попробуем соусец добавить. Соусец я взял чесночный. Там было несколько вариантов. Ну, там что-то тартар, чесночный, сметана, по-моему. Я взял чесночный. Я люблю с чесночком. Зацените, какая получилась шапочка. Давайте пробовать. С чесночным соусом вообще зачет. Но мне кажется, что лука здесь многовато. Вот в этой бузине. Могу ошибаться? Или, может быть, так лег фарш с луком? Но лука вот здесь у меня получилось много. Мяса, кстати, сказать тоже немало. Самое вкусное я, как обычно, оставил на самый конец. А самое вкусное для меня это поза буза с бараниной. Я очень люблю баранину и предпочитаю баранину любым другим видом мяса. Вот она, заключительная поза нашего сегодняшнего обзора. Давайте закончим в этой позе вместе. Пахнет бараниной. Ну, тоже. Вот в первой было много соков. Вот во второй и в третьей сока было намного меньше. Не знаю, может, то, что они подостыли. Чеснок там куда-то делся, впитался. Баранье мясо здесь крученое. Покажу вам вот так поближе. Там бараний фарш с луком. Отведаем сначала без соуса, а потом зальем все чесночком. Да, сачок, он там скрылся просто. Он кроется где-то в недрах этого огромного пельменя. Вот он там есть. Но да, его там дофига. Смотрите, сколько я выпил, съел. И вот он еще льется. Чесночный соус. Офигенно. Мне понравились все три, но вот та, что с бараниной, мне понравилась чуть больше. Осталось только придумать, чем теперь вытереть руки. Руки жирные, все в этом соке. Все-таки, мне кажется, если вы продаете те блюда, которые нужно есть руками, которых есть сок и они оставляют следы на руках, салфеток нужно давать максимально много. Вот для таких вот буз давать нужно прям дофига салфеток, чтобы клиент мог весь обложиться, весь потом вытереться и быть сухим и чистым. Пока я вытираю руки, подведем итоги. Бузы-позы в бурятской позной бузной на Мартынова 31. Это вкусно, это сочно, в них есть сок. В самом заведении все чисто, аккуратно, но никак. Это не кафе с какими-то интерьерами, а такой типа буфет. Ну вы видели. Схема такая. Подходишь к стойке, делаешь свой заказ и ждешь 20 минут. 20 минут это довольно долго, но учитывая то, что бузы-позы готовят специально для тебя, то есть ты сделал заказ, только после этого их поставили париться. Уж лучше подождать, чем есть что-то разогретое. Разогретые эти штуки, наверное, вообще не очень. Заказ принимает вежливая, приветливая девушка, обслуживание мне понравилось. Упаковывает хорошо контейнер, потом фольга, все это сохраняет тепло, доехали они горячий, даже пар шел, то есть тут прям все отлично. По поводу цен. Буза с бараниной 69 рублей за 80 грамм. Буза с рубленым мясом с униной говядиной 59 рублей за 85 грамм. И с крученным мясом свинина говядина 59 рублей за 80 грамм. Я думаю, что ценник вполне адекватный, учитывая то, что это вкусно, это сочно, это горячо, это сделано специально для вас и, кстати, сделано это вручную. Вот такой у нас с вами сегодня получился обзор, надеюсь, вам он понравился. Ставьте лайк, если любите вкусно поесть, ставьте лайк, если любите мои обзоры, ставьте лайк, если любите позы, бузы и все такое вкусное, сытное и сочное. Ставьте лайк, если хотите, чтобы мои обзоры выходили почаще, короче, как обычно, при любом раскладе, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, обязательно жмите колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы всегда быть в курсе, когда на канале выходит новый обзор. Пишите в комментариях, бывали ли вы в этом заведении, любите ли вы позы, бузы, бурятскую кухню. Короче, пишите все, как это должно быть, как это было у вас. Короче, пишите, пишите, пишите. Добавляйте меня в друзья ВКонтакте, пишите мне личные сообщения, куда мне стоит заехать, что попробовать, где что потестить. Ну, а с вами был Митя Хэт, всего вам доброго, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok